Я очень часто в своих сюжетах акцентирую ваше внимание на что-либо одну из моих любимых фраз «интересный факт». Это не случайно, ведь рассказывая об Азербайджане без труда находишь огромное количество этих интересных фактов, так как страна огней является очень интересной, уникальной по многим параметрам страной и несет пальмпированство в различных сферах. Итак, друзья, я решил начать серию сюжетов, посвященных этим интересным фактам. Делиться ими с вами я буду не придерживаясь никакой хронологии, географии того или иного факта, никакой-либо сферы. Просто интересный факт. И буду стараться по необходимости все подробно обосновывать. Начнем. Будет интересно. А главное – честно. Признаюсь, было не так уж и легко подобрать факты для первого сюжета в этой рубрике. Как я уже говорил, интересных фактов множество, и глаза разбегаются. Но с чего-то все же начинать надо. А знали ли вы, банальная фраза, но все же, что первая электричка на территории бывшего Советского Союза была запущена в 1926 году именно в столице Азербайджана по линии Баку-Сабунчи? Следующий интересный факт отправляет нас в 1975 год. Тогда в Баку был построен единственный на тот период завод кондиционеров, что значило не только престиж, но и хорошие финансовые потоки для республики. Произошло это благодаря переговорам Гейдара Алиева с главой Советского Союза того периода Леонидом Брежневым. Думаю, все помнят эти кондиционеры. А вот еще один интересный факт, связанный с этой темой. Недавно я смотрел передачу о путешествиях на одном из телеканалов, где ведущий рассказывал о Кубе. Внимание, друзья! Даже там до сих пор пользуются кондиционерами, которые были произведены в Баку. БК-1500. Работает? Ооо, как шумит. Надует холодным? Сегодня нас ждет еще кое-что интересное. Об этом нам расскажет доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев. Здравствуйте, Эльчин Алиев. Здравствуйте. О каком интересном факте вы нам сегодня расскажете? Интересный факт, можно сказать, об этом здании. Ну, интересный факт заключается в том, что это одно из самых тяжелых передвигаемых зданий в мире. Я знаю, что, по-моему, в 30-х годах в России, в городе Москве было передвинуто здание весом аж 24 тысячи тонн. Ну, а это, по-моему, занимает второе место в мире, потому что... Но первое вообще в регионе Южного Кавказа, Среднего Востока, Большой Азии, потому что такое тяжелое здание вместе с жильцами фактически переносит, можно быть, видите, один раз в сто лет, потому что кто был в 20-м веке, это уже 21-м. Неизвестно еще, будут ли передвигать такое тяжелое здание или нет. Это одно из моих любимых зданий. На самом деле это величайший, великолепнейший образец бакинского модерна. Дело в том, что само понятие бакинского модерна именно формируется за счет таких зданий, потому что, где очень много лоджий, эркеров, того, чего нет в Европе. Именно это лицо бакинского модерна. И в начале 2000-х годов, когда закладывался этот зимний бульвар, было принято решение передвинуть его почти на 11 метров, по-моему, на 10,10 метров 60 сантиметров. Его передвинули с помощью гидравлических подъемников. Причем здание очень сильно укрепилось за счет этого. Фактически были сделаны новые фундаменты в форме такой клетки из бетонных ригелей. А я помню, я в процессе был, участвовал, приходил как архитектор, до души фотографировал. Оно было поднято, я помню, у меня есть великолепные фотографии на двутаврах, буквально высотой 15-20 сантиметров. И потом, в течение одного дня, постепенно, за счет переноса гидравлических подъемников на новое место, оно было аккуратно передвинуто. Здание было построено в 1908 году двумя известнейшими братьями, Исабеком и Казимбеком Гаджинским. Даже вот там на главном входе есть вензель очень красивый, где в виде растительного орнамента написаны буквы И, Исабек, Казимбек и Гаджинский. Они жили в этом доме до того времени, пока не построили на набережной имени императора Александра II, сегодня это проспект Нефтеляр, роскошное тоже здание, и переехали туда. В принципе, до сих пор формально неизвестно, кто автор, архитектор такой чудесной постройки, но судя по тому, что братья Гаджинскими владели многими домами в Баку, что архитектором всех этих зданий являлся очень хороший, талантливый немецкий архитектор Иоганн Эдель, я думаю, что он автор и этого здания. Вообще, пласт архитектуры конца 19-го, начала 20-го века Арнуло в архитектуре Баку, он великолепен. И фактически это визитная карточка города. И сегодня наше правительство предпринимает огромные усилия по сохранению этого нашего архитектурного наследия, в том числе, видите, и передвигая, инвестируя огромные средства в передвижение памятника архитектуры. Здание и в то время, и сейчас занимает активную градостроительную позицию и воздействует на все окружающее пространство. Очень красиво с точки зрения богатой пластики фасада, очень много архитектурных деталей, причем вырезанных из нашего местного камня сердца тогдашними великолепными мастерами, что, естественно, привлекает туристов. Поверьте, я постоянно вижу туристов, которые фотографируют это здание. Я думаю, оно будет очень интересно всем гостям нашего города. Спасибо вам большое за интересный рассказ, что уделили нам время и поделились интересным фактом. Спасибо. Друзья, думаю, сегодня пора заканчивать. И поражающее количество интересных фактов о моей родине, Азербайджане, подарит нам возможность встретиться с вами еще не раз и провести интересное время. Прошлое, настоящее, будущее – это очень интересно. И это Азербайджан. Село Заргава расположено в Губинском районе Азербайджана – настоящая находка для каждого туриста. Оно находится всего в нескольких часах езды от Баку, отличается своей уникальной природой, славной историей и своеобразными обычаями и традициями. Само село Заргава можно назвать особенным. Живет здесь народность, которая говорит на своем языке – татском. Местные жители рассказывают, что несмотря на то, что они являются этническим меньшинством, за довольно длительный отрезок времени они слились с азербайджанским народом, и в настоящее время их невозможно отделить друг от друга. Отметим, что таты – это этнос, имеющий многовековую историю, материальную и духовную культуру. Они принадлежат к малой Балканно-Кавказской расе, большой европеоидной расе, и у них два взаимопонимаемых диалекта – северный и южный. Литературным и образовательным языком у татов служат азербайджанские. В стране таты живут главным образом на Абширонском полуострове – в Девичинском, Хызинском, Кубинском, Хачмасском районах. Во время переписи поселения 1999 года татами записались 11 тысяч человек. Сегодня жители села Заргава в основном занимаются земледелием, садоводством, виноградарством, скотоводством, ковроткачеством и изготовлением медной посуды. Выращивают яблоки и груши, айву, орехи, алчу, вишню, кизиль, черешню, виноград и тутовник. Сушат фрукты. Из алчи готовят кислую приправу лавашана. В традициях татов многое перекликается с азербайджанским традиционным укладом. Ярких тому примером служит чайная церемония. Как и у азербайджанцев, у татов тоже принято заботиться о гости, почитая его как посланника Всевышнего. Для гостя в доме приготовлена отдельная, хорошо обставленная комната. По традиции гости не отпускаются из дома без ужина и на стол преподносят самые изысканные татские блюда. Традиционными являются татская чагыртма. Таты очень гордятся своей кухней и чагыртма у них считается символом гостеприимства. Татская чагыртма – простое и удивительно вкусное блюдо. Сперва курицу нужно разрезать на некрупные куски, посолить, сложить в кастрюлю, залить четвертью стакана воды и поставить на слабый огонь. Потом нужно нарезать лук и слегка обжарить его на сливочном масле, залить процеженным бульоном. Вот, видите, курица почти готова. Сейчас берем отдельную миску, взбиваем яйца и заливаем курицу. Не пересушивать, блюдо должно быть сочным. Поэт-композитор Ибрагим Губалы, который долгие годы живет в селе Заргава, говорит, что традиционная пища татов практически не отличается от азербайджанской. Рацион питания включает молочные, растительные и мясные блюда. Разнообразие татской кухни связано с влиянием разных народов. Ее относят к кавказским, хотя явно прослеживается влияние именно азербайджанской кухни. Уникальными блюдами татской кухни являются холодец, консервированная буглама, фаршированная рыба, разные супы. По словам поэта, духовная культура татов, в том числе устный и музыкальный фольклор, танцы, музыкальные инструменты, а также празднества, верования, игры очень схожи с азербайджанскими. Вместе с тем таты сохранили и свои традиции, обряды и обычаи. В большей мере в семье, в свадебных и похоронных обрядах, воспитании детей. В прошлом у татов не было письменной литературы. Их фольклор, песенное творчество передавались от поколения поколений устно. Среди традиционных праздников главным является Новрус, праздник весны, Гурбан, праздник жертвоприношения, Оруч, праздник разговения, Новлют, день рождения пророка Мухаммеда. Последние годы в татских семьях возрождается влияние ислама, подорванное в годы советского режима. Сегодня почти во всех татских селах имеются мечети. Таты строго придерживаются главных установлений ислама, в том числе поста Оруджлух, траурных церемоний Мести Мухарам, совершают паломничество в Мекку, Хадж, а также Кербалу, Наджев, Мешет. В религии у татов можно выделить три основных этапа. Первый – доисламский, языческий, период поклонения силам природы, духам в земле, солнце и другим. Со временем среди татов распространился зороастризм. В VII веке с поражением сасанитов от арабского халифата среди татов распространился ислам. Современная татская семья, патриархальное, важное семейные дела улаживает Келемерт, глава семьи. Он по праву распоряжается собственностью всей семьи. Воспитание детей в основном осуществляется в семье. Их учат трудолюбию, послушанию, правдивости и почитанию старших. У татов традиционно существовала большая семья, которую называли Келекюльфат. Келехуна – дом, где живет такая семья. И Келемерт – глава семьи, который решал все. Татай сегодня сохраняет все лучшее из своей многовековой традиционной материальной и духовной культуры, говорит представитель сельского совета село Заргаве Эльман Тахиров. Мы с древних времен живем на территории Азербайджана и тесно соприкасались друг с другом. В результате исторического развития составили часть азербайджанского народа. Сегодня в нашем селе живет почти 4 тысячи человек. Есть все удобства для проживания. Вот, например, прокладка новой дороги повлияла на социальное благополучие местных жителей, создала условия для удобной и быстрой перевозки сельскохозяйственной продукции и, конечно же, для развития туризма в регионе тоже. В заключении отметим, что Азербайджан – родина для каждого живущего здесь человека, независимо от его языка, религии и этнической принадлежности. Азербайджан – это место, где оберегаются высокие морально-нравственные ценности и традиции толерантности и представители различных народов и религий. На протяжении столетий жили и будут жить, как одна семья в условиях мира и спокойствия. В атмосфере взаимного уважения и доверия, сохраняя свою культурно-этническую самопытность, язык и культуру. Ура! Азербайджан! Страна, расположенная на стыке Европы и Азии, олицетворение мудрости Востока и прогресса Запада. Страна, чей народ свято соблюдает свои многовековые традиции. За последние годы Азербайджан превратился в место паломничества тысяч туристов, желающих познакомиться со многими традициями, воплощенными в гостеприимстве самобытного народа, его культуре, древних верованиях, национальной одежде, праздниках и обычаях. Страна огней подарила миру плеяду великих умов, славится уникальнейшими местами для посещения и одарит каждого удивительными впечатлениями. Страна огней для меня в первую очередь родина, а еще Азербайджан — это... Активный туризм, спорт, развитие, атмосферность, самобытность, безграничный талант, забота об экологии, удивительные места для посещения, разнообразие в искусстве, разнообразие временных эпох, возможность воочию лицезреть и прикасаться к истории, интересные выставки, большое разнообразие музеев, невероятные коллекции, произведения искусства, богатая культурная жизнь, большие возможности для творческих людей, незабываемые впечатления, джаз, мугам, рождение новых музыкальных направлений, самобытность, история, познание древности, вдохновение, поэзия, романтика, шедевральная архитектура, тайны истории, городские легенды, уникальные археологические находки, возможность реконструировать прошлое и познавать наш общий дом, планету Земля. Уникальные музыкальные композиции, великолепные музыканты, разнообразие жанров, и, конечно же, замечательная дисциплина и публика – это Азербайджан! На сегодня пора заканчивать, но в следующий раз нас ждет не менее интересное продолжение, ведь это Азербайджан! Азербайджан 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 Продолжение следует...